всем привет сегодня будем делать образ для хэллоуина я уже нанесла сиси крем и теперь мне нужно нанести на лицо светлую пудру я попробовала использовать транспарантную пудру но она недостаточно белая для меня и я решила добавлять в нее белые матовые тени от ателье наношу на все лицо чтобы его хотя бы немного выбили так как образ мой предполагает все-таки светлую кожу наношу на все открытые участки тела которые у меня будут виднеться из-под одежды далее я буду использовать голубые шиммерные тени и прохожусь ими по местам там где мы делаем обычно в нормальной жизни контурирование вообще я немножко отклонюсь сейчас пока я наношу свой голубой шиммерный контур расскажу в чем вообще идея этого макияжа я не люблю делать на своем лице что-то страшное мне не нравится когда на моем лице есть какие-то шрамы искусственные пусть даже разрезы и прочие страшилки и поэтому я не делаю на хэллоуин каких-то ужасных образов но все-таки хочется сделать что-то там интересное не просто ежедневный макияж или там макияж ведьмы которые я делаю обычно из года в год решила что-то попробовать новое и мне нет задумки и нет идеи как я сказала ранее идея есть на самом деле идеи нет я просто решила начать краситься и делать то что будет делаться началась синих шиммерных теней и решила дальше дополнить их розовыми шиммерными тенями чуть выше на скулы куда мы обычно кладем как раз таки румяна или хайлайтер и этим розовым оттенком прохожусь по всем границам показалось мне что недостаточно яркий у меня синий оттенок я решила добавить интенсивного бирюзового на все места где наносила сияющий голубой остатками этого синего скульптурирую нос также как если бы я это делала корректором или бронзером также надо добавляя на галочку над верхней губой затемняю и добавляя наоборот шиммера в общем все как обычно я не забываю про свои плечи делаю такой сизый оттенок на ключицах теперь хайлайтер как без него но он у меня будет не обычный мой ежедневный хайлайтер это такой розовый непонятно для чего сделан и хайлайтер и я хочу оформить еще немного нос для этого беру серебристые металлические тени и прям так по барски наношу на нос все естественно растушевывая кистью теперь мне нужно все лицо чтобы сияло поэтому я беру хайлайтер свой ежедневный можете взять что-то более блестящее можно вообще взять просто серебристые тени нанести на все лицо мне кажется это будет тоже очень круто смотреться хочу оформить свои брови белым карандашом чтобы не было просто видно моих темных бровей потому что к ним мы еще будем возвращаться на глазах нарисую стрелки но это не наши привычные черные это будут белые стрелки чтобы глаз смотрелся еще более каким-то рыбьем у меня светлые глаза и светлая подводка светлые ресницы все это будут делать образ необычным и не совсем нормальным помимо белого карандаша на нижнюю слизистую я решила добавить еще очень стойкий серебристый карандаш от никс и мы будем кстати в дальнейшем еще использовать эти карандаши я их очень люблю они очень мягкие и очень очень стойкие этот же серебристый карандаш добавляю на нижнее веко не только на слизистую но и на само нижнее веко и подчеркиваю белую стрелочку снизу этим же серебристым карандашиком беру бирюзовый карандаш так как у меня все таки в таких морских голубых оттенках все это дело получилось и дополняю белую стрелку бирюзовым опять же этот бирюзовый очень стойкий этот карандаш из серии мягких стойких карандашей никс хочу немного придать скульптуру глазу и буду для этого использовать бирюзовые матовые тени углубляя просто складочку так же как мы это делаем в ежедневном макияже честно сказать я долго не знала что сделать со своими бровями даже хотела приклеить на них бисер но потом я вдруг нашла вот такие вот блестяшечки это стразы на лентах они по моему используются для оформления телефонов ноутбуков в общем для какого-то декора я подумала что они неплохо будут смотреться на моих бровях в этом образе и просто клея их на их же липкий слой но если вы пойдете куда-то на вечеринку следует наверное все таки проклеить еще клеем для ресниц тогда они будут держаться наверняка образ образом а хочется все таки и быть еще и в красивом образе поэтому немного темно-синим карандашом затемню глаза сделают чуть более выразительными но главное здесь не переборщить и конечно же здесь не подойдет черный или коричневый карандаш нужно просто что-то на несколько тонов темнее чем у нас уже имеется растушевывая белыми перламутровыми тенями и этот же белый перламутр добавляю на верхняя века подвижная с помощью дюралайна но в принципе можно нанести и обычным влажным способом теперь переходим к губам я этот макияж планировала именно на вечеринку не для того чтобы сделать видео показать вам пойти умыться и забыть не от с этим макияжем действительно можно пойти на вечеринку можно пить коктейль можно даже скушать гамбургер чизбургер или другую достаточно жирную еду потому что на губы мы будем наносить очень стойкие карандаши которые мы использовали для глаз я буду подводить бирюзовым а в центр добавлять серебристого и для того чтобы сделать такой как бы градиент я добавлю еще очень стойкие тоже мягкий карандаш от мэйбелин мастер драма хотелось бы что-то сделать с ресницами но у меня в доме нет каких-то антуражных редких красных серебристых белых ресниц поэтому я решила сделать пару ресничек прокрасить в уголках глаз и немного в середине чтобы просто обозначить что глаза не у меня в принципе есть но мне кажется было бы классно если бы у меня была белая тушь и кончики ресниц я бы прокрасила белым на самом деле сначала я так и хотела все оставить меня в принципе это устраивает подобрать подходящий наряд подходящую прическу и будет очень даже неплохо да кстати важную роль мне кажется играют аксессуары если говорить о полном образе то мне кажется сюда нужно платье из пайеток и желательно кого-нибудь серебристого цвета все это стало напоминать мне рыбу поэтому нужно добавить чешуи и беру консилер круглую плоскую кисть и незамысловатыми движениями рисую себе эту чешую ну вот образ готов не знаю нравится ли вам но меня он порадовал спасибо ребят что вы досмотрели это видео до конца я желаю вам классно отметить этот праздник ну если конечно вы собираетесь его отмечать и мы совсем скоро с вами увидимся в новых видео если вы конечно не забыли подписаться на мой канал все всем пока добра а